В эфире РБК региональный блок новостей. Мы обещаем из отеля Шаратон Плаза. Меня зовут Максим Бухович. Здравствуйте. Башкортостан направил в зону проведения специальной военной операции 100-й гуманитарный конвой. В церемонии отправки принял участие глава Башкортостана Ради Хабиров. Всего на Донбасс поехали 26 грузовиков. Они везут грузовые легковые автомобили, мобильные бани, строительные пиломатериалы, дрова, печки, буржуйки, сетку, рабицу, бензопилы, генераторы, спутниковые антенны, сварочные аппараты, инструменты, маскировочные сети, средства гигиены, медикаменты и посылки от родственников. Также для школы села Благовещенска, Запорожской области, Кировский район Уфы приготовил учебники. Мы действительно отправляем от всей республики 100-й гуманитарный конвой. Он собран всеми нашими жителями, и взрослыми, и молодыми, и бабушками, и мужчинами, и те, кто без работы, и кто работает, и богатые, и бедные. Все вложили сюда только свои души, свои энергии. Поэтому, конечно, мы сегодня благодарим всех жителей Башкортостана, которые формируют эти конвои. В конгресс-холле Таратау Ради Хабиров вручил почетные грамоты и благодарности водителям грузовиков, а также представителям предприятий и жителям республики, которые проявили активность при сборе гуманитарной помощи. Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей для мобилизованных и призывников утвердили в Башкортостане. Указ подписал глава республики. Дополнительная мера соцподдержки будет распространяться на всех, кто заключит контракт на прохождение военной службы после 10 ноября этого года. Исключение добровольца башкирского мотострелкового батальона имени Шеймуратова и других подразделений, сформированных в республике. Для призывников из Башкортостана прописано условие заключения контракта в военных комиссариатах региона, либо воинской части, дислоцированной в республике. Правительство Башкортостана поручено в течение 10 дней определить источники финансирования расходов на выплаты и порядок начисления средств. Указ главы будет действовать до конца этого года. Премьер-министр правительства Андрей Назаров предложил провести следующее заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янзы» в Уфе. Об этом он заявил, выступая на четвертом заседании Совета, которое проходит в китайском Нанчане. Глава Кабмина также предложил наладить прямое авиасообщение между Башкортостаном и субъектами КНР и создать в Уфе генеральное консульство провинции День-Си. Андрей Назаров сообщил, что за 8 месяцев 2023 года взаимный товарооборот составил 668 миллионов долларов. Импорт китайских товаров в Башкортостан увеличился на 84%. За 10 месяцев в обратном направлении направили 67,5 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. В настоящее время решается вопрос организации сборочных тракторов «Заумбилан» в Уфе. А на предприятии «Стан» в Стрельтомаке будет реализован совместный с китайской компанией проект производства станков с ЧПУ. Китайцы рассматривают те ниши, по которым идет запрос из Республики Башкортостан. Это в основном станкостроение, автомобили, сейчас очень такая популярная тема, а также сельскохозяйство и проекты в области промышленности. Очень интересует китайцев, мы им объясняем, это такое производство, когда они свою продукцию собирают на территории России. Потому что собранный товар, собранный продукт на территории Башкирии, он получается made in Russia. И по этой продукции есть льготы определенные. Человек может получить кредиты, поддержку. По словам Полпреда, президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, механизм межрегионального сотрудничества «Волга-Янзы» в равной степени отвечает интересам России и Китая. Данный формат объединяет российские регионы и провинции КНР, способствует наращиванию договоренностей по сотрудничеству во многих сферах. В настоящее время действует 114 межрегиональных соглашений о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве. С удовлетворением хочу отметить, что почти половина из них, 52 соглашения, заключены между регионами Приволжского федерального округа и провинциями Верхнего и Среднего течения реки Иньзы. Сегодня Россия и Китай заинтересованы в налаживании новых торговых маршрутов, увеличении товарооборота до 200 миллиардов долларов в год. В 2022 году он вырос, а в регионах Приволжского федерального округа превысил общероссийский показатель. С 2021 года на лечение тяжелобольных детей Республики благотворительный фонд «Круг добра» направил почти 5 миллиардов рублей. Об этом сообщил Ради Хабиров на встрече с председателем правления фонда «Протеиреем» Александром Ткаченко. Речь зашла об инклюзивных практиках и развитии Уфимского хосписа. Руководитель региона отметил важность сотрудничества с фондом «Круг добра», который оказывает помощь в обеспечении пациентов лекарственными препаратами. Ради Хабиров добавил, что при строительстве Уфимского хосписа Башкортостан опирался на опыт создания аналогичного учреждения в Санкт-Петербурге. Проектом как раз руководил Александр Ткаченко. Мы свой хоспис тоже строили. Кстати, опирались на ваш опыт, на опыт Нюты и Кадремястер. Может быть, сегодня обменяемся, ваше мнение скажете. Эту работу только еще все равно в стадии развития происходит. И, конечно, для нас очень важно сотрудничество с фондом «Круг добра». Это настолько огромное спасение для тех детей, которые тяжело болеют. У нас их 216 детей, которые попадают под 20 видов заболеваний. Очень искренная мотивированность. Она обеспечит залог качества помощи, которую будут получать как взрослые, так и дети, находящиеся в этом учреждении. Это очень уютное учреждение. И что еще важно отметить, что люди, которые живут рядом в соседних домах, многие из них приходят работать волонтерами. Ради Хабиров и Александр Ткаченко подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Башкортостана и фондом «Круг добра». Документ предполагает развитие взаимодействия по вопросам дополнительной поддержки детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями. Более 10,5 миллиарда рублей направят власти Башкортостана в 2024 году на поддержку проектов в сфере культуры. В 2025 и 2026 годах финансирование сократят до 7,5 миллиарда, сообщила глава Минфина Лира Ихтисамова. На молодежную политику в следующем году выделят 4,2 миллиарда рублей. В 2025 и 2026 годах в эту сферу планируют направить по 4 миллиарда. Снижение в основном из-за того, что завершается строительство знаковых объектов в рамках республиканской адресной инвестиционной программы. При этом полностью заложено финансирование государственных учреждений и средства на выплату заработной платы. Общий объем расходов на физическую культуру спорт в 2024 году также составит свыше 5 миллиардов рублей. В 2025 и 2026 годах свыше 3 миллиардов рублей. Причина та же самая. Ввод знаковых объектов, приуроченных 450-летию города Уфы. По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета в 2023 году расходы на финансирование культуры и кинематографии в 2024 году увеличатся на 18%. На физкультуру и спорт сократятся на 38%. На молодежную политику также снизятся на 9%. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.